Приветствую всех на канале Есть-Поесть. Друзья, сегодня хочу показать 6 вариантов тарталеток, которые можно сделать из лаваша, а также предложу начинки к ним. Мне очень нравится, что в таких закусках главную роль играет именно наполнение, а основой является хрустящий тоненький слой. Напомню, что для тарталеток из лаваша лучше выбирать невлажные начинки, чтобы лаваш не размок, и заполнять лучше непосредственно перед подачей. Список всех ингредиентов вы найдете под описанием к видео. Итак, для первого варианта лаваш складываю в два слоя, беру в качестве трафарета мисочку среднего диаметра и обвожу ножом, вырезая круги. Можно сделать заготовки и чуть побольше, но сильно крупными делать их не нужно. Складываю ровной стопочкой и ножом делаю надрезы следующим образом. Я делаю 4 штуки, но можно сделать и 8, тогда у вас будет более резной край. Получается вот так. Далее поднимаю края, складываю их внахлёст и помещаю заготовку в формочку для маффинов. Можно сделать такие корзиночки двойными, а можно просто сделать дополнительное дно, вырезав небольшой кружочек и поместив его в форму. Но это на случай, если у вас влажная начинка и вы боитесь, что корзиночка у вас размокнет. Для следующей тарталетки лаваш нарезается небольшими квадратами или прямоугольниками. Затем складываю неровно, чтобы торчали углы, и также помещаю форму для маффинов. Приминая складки пальцами, чтобы сильно не топорщились. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 5, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Не пересушите. Далее сделаю конусы. Подойдут прямоугольники или квадраты. Сворачиваю и скрепляю зубочисткой. Буду запекать на противне швом вниз. Для следующих формочек лаваш также нарезается квадратами или прямоугольниками. Все очень просто. Складываю внахлёст противоположные углы и скалываю их зубочисткой. При желании можно взять два квадратика и сделать двойными. Еще из квадратов или прямоугольников лаваша можно сделать такие интересные конвертики. Складываю сначала противоположные углы, делая треугольник. Далее опять противоположные углы делаю внахлёст и скрепляю зубочисткой. Не стремитесь, чтобы они у вас были очень ровными. Даже ассиметричные они смотрятся симпатичней. Ставлю их на противень вертикально. Теперь сделаю обычные конусы. Беру те же круги, что и в первом случае. Режу их на две части и каждую часть сворачиваю. Шов скрепляю зубочисткой. Их можно запекать в духовке швом вниз, а можно стоя, чтобы не деформировались. Кстати, диаметр кругов у меня и в первом, и в этом случае примерно 13-14 сантиметров. Но конусы, например, можно сделать и чуть-чуть покрупнее. Отправляю все заготовки в духовку, разогретую до 180 градусов, на 5-7 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Их нужно просто подсушить, сильно не зарумянивать. После этого аккуратно удаляю зубочистки. И посмотрите, все заготовки отлично держат форму. Ну а теперь покажу варианты начинок. Беру вареное филе куриной грудки и режу мелкими кусочками. Кладу его к моркови по-корейски. Сюда же добавляю тертое на крупной терке яйцо и тертый на мелкой терке сыр. Соль, специи и немного домашнего майонеза. Я делаю без яйца. Хорошенько перемешиваю. Сюда можно добавить немного чеснока, а курицу заменить ветчиной. Для следующей закуски куриное филе добавляю к свежему резаному огурцу. Сюда же зеленый горошек, резаные петрушку и укроп, тертые на крупной терке вареные яйца, тертый чеснок и соль. Для мягкого вкуса можно сюда добавить сметану, но я опять беру домашний майонез. Для следующей закуски я беру обычную салаку холодного копчения. Подойдет абсолютно любая копченая рыба. За неимением таковой, конечно, можно взять и соленую, и даже просто селедку. Но лично, на мой взгляд, подкопченный привкус закуски выигрывает. Очищаю ее от кожицы, плавников и отделяю филе. Идеальные кусочки откладываю, а все, что поломалось, отправляю в измельчитель. Сюда же вареное яйцо, вареную морковь, которую можно заменить свеклой, и домашний майонез. Соль не добавляю, так как рыба и майонез достаточно соленые. Довожу массу до однородного кремообразного состояния. Делаю следующую начинку. Для этого к творожному сыру добавляю заготовку, которую я делаю на зиму. Это перемолотый укроп с чесноком с добавлением растительного масла и соли. Также все это можно измельчить перед приготовлением. Если сыр слишком вязкий и плохо размешивается, добавьте немного сметаны. Далее беру кулинарный пакет, вставляю туда наконечник, можно обойтись и без него, и выкладываю массу. Теперь начинаю наполнять формочки. Данную начинку я вам не показывала, так как здесь ничего сложного. Просто мелко резанные грибы, обжаренные с репчатым луком, с добавлением соли, специй и сливок. Далее займусь корзиночками. На дно одной из корзинок выкладываю лист салата и начинку со свежим огурцом и зеленым горошком. На дно других корзиночек я выкладываю две дольки мандарина, выдавливаю творожную массу, беру кусочек вяленого мяса, вместо него можно взять копченую колбасу, сворачиваю и вставляю в центр. По бокам размещаю по половине дольки мандарина. Следующее. Круглые конусы я начиняю начинкой с морковью по-корейски. Затем опускаю в тертой на мелкой терке сыр и плотно прижимаю. Для рыбной закуски я отправляю в такую заготовку кусочек рыбы. Рыбный крем предварительно положила в кулинарный пакет и выдавливаю массу с двух сторон. Теперь наполню вертикальные формы. Для этого беру небольшой листик салата, выдавливаю ту же начинку из творожного сыра, укропа и чеснока, кладу кусочек болгарского перца и заворачиваю. Затем кладу все это на кусочек вяленого мяса, можно его также заменить колбасой и скручиваю рулетиком. Аккуратно вставляю в заготовку швом назад. При необходимости поправляю и получается такая симпатичная закуска, похожая на свечку. Ну вот так просто и достаточно быстро можно украсить праздничный стол. Все начинки можно сделать заранее, как я уже и говорила, и заполнить формы непосредственно перед подачей. Украшайте и оформляйте все на свое усмотрение, я особо не мудрю. Украшаю в основном зеленью, а для закуски с рыбой использовала замороженные ягоды клюквы. Друзья, если вам понравились сегодняшние рецепты, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, какая закуска вам понравилась больше всего и вы бы захотели ее повторить. Смотрите на моем канале еще варианты рецептов закусок на праздничный стол. Например, закуски из слоеного теста, 5 оригинальных закусок всего из нескольких ингредиентов, а также 8 очень быстрых закусок на скорую руку. Все ссылки на рецепты вы найдете в конце видео. Под видео я размещу ссылку на плейлист с новогодними блюдами. Там вы сможете найти не только закуски, но и горячие блюда, десерты и так далее. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!